Это будет так хорошо. О, Иисус! Это будет очень, очень хорошо. Давайте немного повторим. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. И дальше продолжим то, что начали в прошлый раз. Начнем и дойдем до 6 стиха. 8 глава послания к римлянам говорит о жизни в Духе. Кто-то говорит, жить христианской жизнью трудно. Жить христианской жизнью не только трудно, но и почти невозможно без Духа Святого. Именно это я и хочу вам показать. Вы не можете жить христианской жизнью без Святого Духа. Вся 8 глава послания к римлянам говорит о жизни в Духе, о жизни под водительством и руководством Духа Святого. Вы убедитесь в том, что вы не сможете жить успешной христианской жизнью без Духа Святого. Об этом и говорится в 8 главе. Предыдущая описывается дилемма, с которой столкнулся Павел. Он увидел, что закон возбуждает грех, бывший в греховной природе. Но затем он говорит в 1 стихе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, но по Духу. То есть, нет вообще никакого осуждения. Я вам говорил о процедуре признания здания негодным. Правительство решает, что здание бесполезно, и его надо снести. По сути, это и есть осуждение. Сатана, обвинитель братьев, собирается убедить вас в том, что вы бесполезны для Бога, и вас надо убрать. Я говорил вам, что поскольку вы рождены свыше и праведны перед Богом, вы полезны. В послании Галатам 1.6 сказано, что вы приняты возлюбленным. Поэтому каждый раз, когда будет проходить чувство осуждения, напоминайте себе, «Я принят возлюбленным». Все скажите, «Я принят возлюбленным». И теперь, когда я во Христе, нет мне никакого осуждения. Во Христе Иисусе. Когда почувствуете осуждение, напомните себе, «Нет ничего во Христе Иисусе, что бы говорило вам о том, что вы бесполезны, и вас надо убрать». Но вот как оставаться в этом состоянии. Надо жить по духу, а не по плоти. Если вы живете по духу, а не по плоти, я дал такое определение, и вы это увидите снова. Жизнь по духу — это способ мышления, согласующийся со Словом Божьим. Жизнь по духу — это настрой ума в согласии со Словом Божьим. Жизнь по духу согласна со Словом Божьим. А жизнь по плоти идет против Слова. Когда вы живете по духу, то ваш настрой ума — что? Согласуется со Словом Божьим. А если живете по плоти, то ваш настрой ума идет против Слова Божьего, противоположен ему, противоположен Слову Божьему. И даже если вы в своей религиозности думаете, что с вами все в порядке, жить по духу — значит жить в согласии со Словом Божьим. Если вы говорите «Господь дает, Господь и забирает», и это значит, что вы живете по плоти, вы идете против Нового Завета. Хождение в духе и хождение по плоти — это настрой ума. Это то, как вы настраиваете свой ум для жизни и поведения. Второй стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». На прошлой неделе я сказал вам, что закон греха и смерти работает все время, как и закон гравитации. Гравитация действует все время. В каждый момент гравитация действует. Она действует сейчас. Она действует все время. Но то, что она работает все время, не значит, что ее нельзя преодолеть. Вы можете преодолеть закон гравитации, действуя в более сильном законе. Хотя гравитация действует. Есть нечто сильнее гравитации. Закон аэродинамики уже продемонстрировал нам, что закон подъемной силы сильнее закона гравитации. Если вы включаете двигатели самолета, то подъемная сила преодолевает силу тяготения, действующую все время. Если вы хотите поддерживать безопасность во время полета, то двигатели должны быть включены. Если двигатели выключить, то вы откройте для себя, что гравитация по-прежнему работает. Так и в нашей жизни мы должны держаться подальше от греха. Закон греха, производящий смерть, закон греха, производящий смерть. Поэтому он и называется законом греха и смерти. Он действует все время, постоянно. Но вот как вы преодолеваете закон греха и смерти. Вы включаете силу. Закон жизни во Христе Иисусе. Пока закон духа и жизни включен, то вы не будете замечать, что закон греха и смерти по-прежнему работает. Также, когда включены двигатели самолета, вы не замечаете, что закон гравитации по-прежнему работает. Почему? Потому что включенная сила держит вас под законом, который по-прежнему работает. И я говорю вам, хотя закон греха и смерти по-прежнему работает, но если вы постоянно в слове, постоянно в духе, если ваш ум постоянно сосредоточен на слове, тогда закон жизни во Христе Иисусе удерживает вас в полете. И вы не замечаете, что закон греха и смерти по-прежнему работает, потому что вы не подвержены его действию. Аминь. Вам это понятно? Хорошо. Третий стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен? Закон не слаб. Но мы упомянули, что плоть слаба. Иисус исполнил закон. Закон добр, закон совершенен, закон свят, но мы не смогли исполнить его. Наша плоть слишком слаба, чтобы исполнить закон. В результате пришел Иисус, чтобы сделать то, чего мы не могли сделать. В результате того, что сделал Иисус, в результате великого обмена, произошедшего на кресте, Он забрал наш грех и дал нам свою праведность. Произошло вот что. Мы исполнили праведность закона. Четвертый стих. Одним тем фактом, что мы рождены свыше. Родившись свыше, мы исполнили праведность закона. Слава Богу. И второе, думаю, я это упоминал. Подчинившись водительству Духа Святого в своей жизни, вы исполняете закон. Итак, праведность закона была исполнена через то, что сделал Иисус. Через великий обмен. Благодаря тому, что Он сделал, и Его пролитой крови, мы обладаем Его праведностью. Слава Богу. Когда мы исповедовали Его своим Спасителем и Господом, и это уже замечательно. Когда мы исповедовали Его своим Спасителем и Господом, вся цель закона — привести людей к состоянию, когда они скажут, «Мне необходим Спаситель». Самим фактом, что вы рождены свыше, рождены свыше, вы исполнили, аллилуйя, праведность закона. Самим фактом, что вы сказали, «Мне необходим Спаситель», хвала Господу. Но разве не сильно? Пятый стих. «Ибо живущие по плоти...» Это важно. «Ибо живущие по плоти...» Что делают? О плотском помышляют. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». А живущие по духу делают что? Помышляют о духовном. Расширенный перевод. «Ибо живущие по плоти контролируются ее нечестивыми желаниями». Смотрите, что происходит. И утверждают свой ум. Апостол подчеркивает, что ум таких людей утвержден на плотском. Если вы делаете плотское, значит, ваш ум утвержден на нем. Ваш ум. Кто-то говорит, «Как-то получилось, что я впал в блуд». Нет, вначале вы утвердили свой разум в этих мыслях. Затем сняли одежду и прыгнули в кровать. Вы точно знали, что делаете. Дьявол не заставлял вас. Вы точно знали, что делаете. Вы утвердили свой ум в этом. Вы утвердили свой ум в плотском. То же самое с хождением в духе. То же самое с духовной жизнью. Вы должны утверждать свой ум на этом каждый день. Я утверждаю мой ум в том, чтобы жить духовной жизнью. Я утверждаю свой ум в том, чтобы ходить в любви. Я утверждаю свой ум в том, чтобы ходить в прощении. Я утверждаю свой ум в том, чтобы пребывать в Слове Божьем. Делать это надо каждый день. Бог не будет трясти вас и заставлять это делать. Такого не будет. Вы ходите в духе, потому что утвердили свой ум в том, чтобы так делать. Вы сделали это, потому что утвердили в этом свой ум, и потому сделали то, что необходимо было сделать. Давайте сегодня продолжим шестого стиха. На нем мы остановились в прошлый раз. Шестостой стих. Помышления плотские — суть смерти, а помышления духовные — жизнь и мир. Это очень важно, потому что речь идет о принятии на себя ответственности за утвержденность ума. Это подобно тому, как вы принимаете решение что-либо сделать. Это решение возникает из вашего разума. Вы занимаете твердую позицию относительно своей жизни именно в разуме. Наша ответственность — то, что происходит в наших мыслях. Мы с вами приняли на себя ответственность утверждать свой ум в Слове Божьем. Смотрите, здесь интересно сказано. «Помышление плотские — суть смерти». Вы поймите, что помышления плотские не просто склоняются к смерти. Плотские помышления — это не просто склонность к смерти. Плотские помышления — есть смерть. Помышления духовные — это не просто склонность к жизни и миру. Помышления духовные — есть жизнь и мир. Я хочу, чтобы мы поняли каждую деталь этого стиха, потому что в нем столько истины Шестой стих Помышление плотские суть смерть Расширенный перевод Плотский ум, который ощущает и рассуждает без Духа Святого, есть смерть Что он имеет в виду? Я не хочу, чтобы вы думали так Помышление плотские суть смерть, это значит, что человек умрет Нет Значение здесь намного шире Расширенный перевод Смерть, которая заключает в себе все несчастья, происходящие от греха, как сейчас, так и впоследствии Так и впоследствии О чем здесь речь? Говоря о смерти, автор имеет в виду болезни, депрессию Вы помните, смерть, которая заключает в себе все несчастья, происходящие от греха То есть болезни, депрессию, одиночество, ненависть, бедность, страх и все прочее, что приходит как результат греха Что он говорит? Плотские помышления есть одиночество Плотские помышления есть депрессия Плотские помышления есть ненависть Плотские помышления есть бедность Они и есть страх Все эти вещи составляют смерть Плоцкие помышления Плоцкий ум Кто-то скажет, я в депрессии Проверьте свой ум, он плотский Я одинок, проверьте свой ум Он плотский У меня ненависть Проверьте свой ум, он плотский Я болен, проверьте свой ум Я в бедности, проверьте свой ум Да, бедность. Вы знаете о том, что бедность — это прежде всего настрой ума до того, как стать статусом. В шестом стихе содержится очень важная информация. Плотские помышления есть одиночество. Они есть депрессия. Они есть ненависть. Они есть бедность. Они есть страх. Они есть смерть. Они есть все, что включает в себя смерть, происходящая от греха. Но послушайте дальше. Проверьте свой ум. А помышления духовные — есть что? Жизнь и мир. Послушайте. Всякий грех идет от плоти. Поразмыслите об этом. На основании всего того, что я сказал вам, всякий грех идет от плоти. Так, чтобы произвести грех, требуется... ...соответствующий настрой ума. Это идет от плоти. Однако не все, что идет от плоти, есть грех. Подумайте вместе со мной. Всякий грех в своей природе идет от плоти. Однако не все, что идет от плоти — грех. Потому что одно из значений слова «плотяной» — «человеческая или природная способность». «Плотяной» означает человеческую или природную способность. Для чего я это говорю? Я сказал, что всякий грех от плоти, но не все, что от плоти — грех. Особенно если учесть определение «человеческая или природная способность». Зачем я об этом заговорил? Это так важно, дамы и господа. Потому что рассматривая это дело, подумайте о том, что происходит, когда вы пытаетесь жить христианской жизнью, опираясь на свои человеческие способности. Получается плотское. Об этом и говорится в 8 главе послания к римлянам. Вы пытаетесь жить христианской жизнью не в духе, но вы пытаетесь жить христианской жизнью своими природными, человеческими способностями. Что говорит Писание? Когда вы пытаетесь жить христианской жизнью своими собственными природными, человеческими способностями, это, дамы и господа, приводит ко всему, что составляет смерть. Ко всему. К этому приводит не только плотский или греховный ум, но это ум, полагающийся на человеческие, природные способности, а не на Духа Святого. Такое также приводит вас к смерти. Когда вы игнорируете Духа Святого и говорите, «Своими собственными способностями я сделаю это», тогда приходит одиночество, приходит депрессия, приходит бедность. «Все это приходит как результат плотского образа жизни». И это не просто греховный образ жизни, но такой, который управляется вашими человеческими способностями, в противоположность образу жизни под водительством и управлением Духа Божьего. Человек с духовными помышлениями, или как он говорит о себе, «У меня духовные помышления, однако при этом испытывает смерть». Это значит, что он в обольщении. Он говорит вам, что у него духовные помышления, «Однако испытывает смерть, значит, он в обольщении». Почему? Потому что если у вас духовные помышления, испытывать смерть вы не можете. Духовные помышления приносят жизнь и что? Мир. Вот что они приносят. Что же должно произойти? Нам необходимо позволить, чтобы наши жизни были под водительством, слава Богу, истин Слова Божьего. Когда наши жизни под владычеством истин Слова Божьего, мы испытываем жизнь, и мы испытываем мир. Исайя 26 глава. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Вот что мы, христиане, должны понять. Христианская жизнь не значит. Давайте просто сидеть, не пребывать в слове, не проводить время с Богом. Давайте просто ничего не делать, потому что иначе это будут собственные усилия. Да вы, вы, вы! Вы должны утверждать свой ум. Каждый день есть возможности, потому что ваша плоть по-прежнему с вами, и вы способны совершить любой греховный поступок, какой захотите. Поэтому каждый день вам необходимо решать. Сегодня я решаю, что буду ходить в духе, я буду утверждать свой ум в Слове Божьем, и сегодня я решаю. Может, вы и не будете делать этого в совершенстве каждый день, но к этому вы стремитесь. Сегодня я хочу ходить в духе, потому что я хочу жизни и мира. Скажите, мира, я хочу жизни и мира. Но если я испытываю смерть, которая включает в себя одиночество, депрессию и весь тот список, что я дал вам, это происходит потому, что где-то действует плотское, даже если это ваши человеческие, природные усилия сделать что-то, вместо упования на дух Божий. Я ясно излагаю? Седьмой стих. Он говорит... О, давайте посмотрим. Давайте я закончу с шестым стихом. Попытки жить христианской жизнью своими собственными усилиями — это плотское. Думаю, это простое определение. Попытки жить христианской жизнью своими собственными усилиями — это плотское, потому что часть плотского — это человеческие способности. Брат Доллар, если мы не будем жить, опираясь на свои способности, то как же нам жить? Уповайте на Иисуса Даже в том, что касается хождения в духе, скажите «Господь, мне необходима твоя помощь, чтобы ходить в духе сегодня Я доверяю тебе в том, что я смогу делать дела, полагаясь, уповая на тебя и успокаиваясь в тебе А не полагаясь на собственные усилия Я доверяю тебе» В этом суть христианской жизни, в том, что вы доверяете Господу во всем В этом суть Что бы вы ни делали, учитесь доверять Христу каждый день Говорите это вслух Думайте об этом Говорите Вы утверждаете, что верите, но надо и говорить Когда говорите, утверждайте, что вы верите И вот два этих фактора начинают действовать вместе Недостаточно только знать, что я говорю вам Но применяйте эти истины Говоря их своими устами Размышляя о них в своем уме Хвалите Бога за них Слава Богу Кто-то мне сказал «Брат Доллар, теперь, когда у нас есть благодать, молиться нам больше не надо» Вы что, серьезно? Вы серьезно? Молитва — это в том числе и выражение вашей потребности в Боге и вашего доверия Ему Вы говорите Богу каждый день «Боже, ты необходим мне сегодня» «Боже, я доверяюсь тебе сегодня» Это поможет вам отойти от такого образа молитвы «Боже, дай, дай, дай мне» Нет, Бог уже дал вам все, что вам когда-либо понадобится Из этой главы вы узнаете Что слава, которую вы ожидаете увидеть в судный день Уже в вас Она не появится с небес Когда вы проявляете славу Божью Все небеса радуются Говоря «Смотрите, он знает, что у него есть слава Божья И он проявил ее» О, аллилуйя Даже сейчас, даже если вы чувствовали себя не очень хорошо Вы пришли в присутствии Слова Божьего И это Слово, которое вы услышали Вошло в вас Наполнило вас силой И этой испорченной плоти приходится отступить И склониться Потому что ваш духовный человек напитался Словом Божьим И вы выходите отсюда суперменом Я смогу это сделать Помышление духовное есть жизнь А не есть жизнь и мир Слава Богу Итак, нам надо научиться жить христианской жизнью Не собственными способностями Но доверяя Богу И выражая свою постоянную потребность В помощи Духа Божьего Чтобы мы смогли делать то, что нам необходимо сделать Если вы поняли, скажите «Аминь» и мы продолжим Мы столько времени провели в этом стихе Седьмой стих Потому что плотские помышления Плотский ум Вы поняли, что такое плотский ум? Это такой, который противоречит Слову Божьему Такой, которому удобно полагаться на ваши человеческие и природные способности Такой настрой ума враждебен Богу Плотский помышление Плотский ум Суть вражда против Бога Ибо закону Божию не покоряются Да и не могут Итак, плотский ум во вражде с Богом Он противится Божьему Слову И враждебен Божьему уму Ибо закону Божию не покоряются Да и не могут Читая седьмой стих, я вспомнил Не закрывайте там место Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих Объясняет нам Почему плотский ум не может покориться закону Божьему Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих Первое Коринфянам, 2, 14 Вы открыли? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия Почему? Потому что он почитает это безумием И не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно Послушайте этот стих в расширенном переводе Но душевный, не духовный человек Что делает человека душевным, не духовным? Его настрой ума, не так ли? Но душевный, не духовный человек не принимает Не приветствует, не признаёт в своём сердце дары Учения и откровения Духа Божьего Он почитает их безумием, бессмыслицей И он не способен знать их, признавать, понимать их И быть лучше знакомым с ними Потому что различать, оценивать и ценить их надо духовно Недавно приняв спасение, я услышал учение против блуда Я и слова такого никогда не слышал Я сказал «Блуд — это вообще что такое?» Мне говорили о том, что моё тело — это храм Духа Божьего Но до этого у меня был другой настрой ума То, что оказалось блудом, я раньше считал весёлым времяпрепровождением двух молодых людей Я сказал «Что, правда?» И это всё время было в Библии «Что же мне никто не сказал?» Настрой ума у меня был другим Вот почему так важно делиться своей верой Проводите время не только со спасёнными людьми Найдите тех, кому необходимо услышать то, что вы знаете Да, общаясь между собой, мы назидаем друг друга Но назидаем для чего? Чтобы поделиться истиной с теми, кто в ней нуждается Чтобы мы были настолько наполнены Богом Что когда Он направит нас послужить кому-то У нас было понимание, что сказать этим людям и как послужить им Вокруг нас люди, которые идут в ад Вы проходите мимо них каждый день У вас есть возможность послужить им Но вы этого не делаете Как вы думаете, для чего Бог поместил нас здесь? Он дал нам великое послание о благодати И оно гласит «За всё было заплачено» Всё, что вам надо сделать, это получить Да, но я ещё не готов А вам не надо быть готовым И Иисус всё сделал для вас Всё, что вам надо сделать, это просто прийти на пир А что насчёт моих грехов? Он решил эту проблему Просто придите на пир Но я не чувствую себя достойным И Иисус решил и эту проблему Придите на пир Мы не должны делать отношения с Иисусом Трудной задачей для людей Некоторые люди считают эту задачу труднее Чем это было для них Для вас это не было трудно Так почему вы делаете это трудным для других? Вы верите в Иисуса? Да, слава Богу Мы можем сделать всё, что нужно Столько людей нуждается в рождении свыше И теперь вопрос к нам Что мы сделаем с этим учением, которое мы получили? Пойдём домой и будем получать откровения? Давайте я поделюсь с вами откровением, которое я получил Не говорите мне Бог дал вам откровение о том, что вам надо исправить Вначале исправьте, а потом поговорим Знание по откровению открыто вам Так вы и действуете Зачем говорить об этом мне? Знаете, Господь проговорил мне об эгоизме Так Он вам проговорил об эгоизме Найдите область, в которой вы проявляете эгоизм И решите эту проблему Хорошо, ладно Послание к римлянам, 8 глава, 8 стих Посему живущие по плоти Богу угодить не могут Вспомните послание к евреям, 11, 6 Где говорится, что невозможно угодить Богу без чего? Без чего? 8 стих Посему живущие по плоти Богу угодить не могут А чем же тогда можно угодить Богу? Верой В таком случае прочтем это место так Посему живущие по плоти Не могут иметь веру, которую угодно Богу Когда вы живете по плоти Веру у вас быть не может Вера это не то, что вырабатывается плоти Вера вырабатывается вашим духом Живущие по плоти угодить Богу не могут Поскольку не могут выработать веру Они используют собственные усилия Вся эта глава посвящена жизни подводительствам духа Живя по плоти, вы не можете выработать веру Просто не способны это сделать Живя по плоти, невозможно угодить Богу Имея ум, противостоящий Слову Божьему Вы не можете угодить Богу А вы даже не знаете, что ваш ум противостоит Слову Божьему Если вы не знаете Слово Божье Вокруг нас люди, которые идут в ад Вы проходите мимо них каждый день У вас есть возможность послужить им Но вы этого не делаете Как вы думаете, для чего Бог поместил нас здесь? Он дал нам великое послание благодати И оно гласит За все было заплачено Все, что вам надо сделать Это получить Да, но я еще не готов А вам не надо быть готовым Иисус все сделал для вас Все, что вам надо сделать Это просто прийти на пир А что насчет моих грехов? Он решил эту проблему Просто придите на пир Но я не чувствую себя достойным И Иисус решил и эту проблему Придите на пир Мы не должны делать отношения с Иисусом Трудная задача для людей Некоторые люди считают эту задачу труднее Чем это было для них Для вас это не было трудно Так почему вы делаете это трудным для других? Вы верите в Иисуса? Да Слава Богу Мы можем сделать все, что нужно Столько людей нуждается в рождении свыше И теперь вопрос к нам Что мы сделаем с этим учением Которое мы получили? Пойдем домой и будем получать откровения? Давайте я поделюсь с вами откровением, которое я получил Не говорите мне Бог дал вам откровение о том Что вам надо исправить Вначале исправьте, а потом поговорим Знание по откровению открыто вам Так вы и действуете Зачем говорить об этом мне? Знаете, Господь проговорил мне об эгоизме Так Он вам проговорил об эгоизме Найдите область, в которой вы проявляете эгоизм И решите эту проблему Хорошо, ладно Восьмой стих Послание к кремлинам Восьмая глава, восьмой стих Посему живущие по плоти Богу угодить не могут Вспомните послание к евреям 11.6 Где говорится, что невозможно угодить Богу без чего Без чего? Восьмой стих Посему живущие по плоти Богу угодить не могут А чем же тогда можно угодить Богу? Верой В таком случае прочтем это место так Посему живущие по плоти не могут иметь веру Которую угодно Богу Когда вы живете по плоти Вера у вас быть не может Вера это не то, что вырабатывается плотью Вера вырабатывается вашим духом Живущие по плоти угодить Богу не могут Поскольку не могут выработать веру Они используют собственные усилия Вся эта глава посвящена жизни подводительством духа Живя по плоти, вы не можете выработать веру Просто не способны это сделать Живя по плоти, невозможно угодить Богу Имея ум, противостоящий Слову Божьему Вы не можете угодить Богу А вы даже и не знаете, что ваш ум противостоит Слову Божьему Если вы не знаете Слово Божье Так что благодарите Бога за то, что решили прийти на изучение Библии Потому что хождение в церковь раз в неделю Не решает эту задачу Дьявол нападает на нас не раз в неделю И нам необходимо питаться этими истинами, как пищей Нам необходима духовная пища И у нас должен быть голод Я молюсь об этом Я молюсь о том, чтобы Бог стал послать в нашу церковь людей Которые испытывают сильный голод по Слову Божьему Меня уже не интересует эмоциональность служений Иногда эмоции нужны И у меня нет с этим проблем Но не это моя цель Моя цель, чтобы вы получали понимание Оно очень важно В результате могут быть эмоции Как у меня получилось то, что так долго не получалось? Но вот в чем я верю Богу Чтобы сюда приходили люди, которые знают, зачем приходят Я прихожу, потому что у меня духовный голод Что за голод? Мне необходимо питание Словом Божьим Помимо обычной пищи, мне нужна и духовная Слово Божье Напитайте меня До такой степени, что уже не хочешь мириться с тем Что люди только прыгают, кричат и ничего больше Послушайте, я вам честно скажу Мне нравится хорошая проповедь Мне нравится, когда хорошо проповедуется Слово Иногда, если я произношу хорошую проповедь А вы мало что усвоили Это нормально Иногда мне самому это нужно Понятно? Я ценю хорошую проповедь Это дар вдохновения А дар вдохновения так же необходим, как и дар наставления Да Помните о том, что вы люди благодати А люди благодати милостивы Не становитесь информированными до высокомерия Не судите других, которые не поступают так, как вы поступаете теперь Ведь единственное, почему вы поступаете так Потому что Бог явил вам свою любовь Он извлек вас изо рва и поставил ваши ноги на твердую почву Он дал вам истину не для того, чтобы вы критиковали других людей Но для того, чтобы вы были милостивы к ним Делились с ними любовью Иисуса И приводили их к более глубокому познанию истины Которой есть у вас Аминь? Некоторые смотрят на меня так Ну хорошо, да А дальше что? Следующий стих? Да, следующий стих Посему живущие по плоти Богу угодить не могут Вот о чем еще говорится в послании к Римлянам И на это я хочу обратить ваше внимание Вам необходимо отвергнуть плотское мышление Чтобы быть вводимыми Духом Божьим Чтобы угождать Богу Христианской жизнью нетрудно жить Помните, что я сказал в начале? Ею невозможно жить нашими собственными способностями Христианской жизнью не просто трудно жить Ею невозможно жить нашими собственными способностями Христианской жизнью не просто трудно жить Ею невозможно жить нашими собственными способностями Я хочу подчеркнуть это сегодня Потому что есть люди, которые постоянно пытаются жить ее своими собственными способностями Вам надо осознать бесплодность своих усилий и сказать Это не работает Человек пытается прекратить ругаться своими способностями Но начинает ругаться больше Снова пытается, но ругается больше Даже тот, кто пытается сбросить вес своими способностями Считая, что помощь Бога в этом ему не нужна Начинает есть еще больше, и ничего не получается Я больше не хочу пытаться жить христианской жизнью своими собственными способностями Я столько раз терпел неудачу, пытаясь жить христианской жизнью собственными способностями Что в конечном итоге прекратил эти попытки То, что я пытался делать с собственными способностями, теперь я могу делать с помощью Духа Святого, уповая на Него. Проблема с некоторыми христианами. Они полагаются на свои способности и не видят, что терпят неудачу. Они удовлетворяются поддержаниями религиозного минимума. На данную неделю я сходил в церковь, произнес молитвы, благодарил Бога за еду и сделал хорошее для двух человек. То есть поддержал религиозный минимум. Но я хочу личных отношений с Иисусом, чтобы говорить с Ним, когда хочу, чтобы Он говорил со мной в ответ, вел и направлял меня. Оказавшись в Канаве, я не просто надеюсь, что что-то произойдет, но я хочу иметь с Ним такие отношения. И думаю, они у меня есть, чтобы говорить, «Господь, помоги мне в этом». И Он это сделает. И я уже не изумляюсь так, как это было раньше. Вот и нам необходимо достичь состояния, чтобы когда Бог что-то сделает для нас, мы больше не изумлялись. Да, мы счастливы и благословены, но это нас не удивляет. Если говорить точнее, то я всегда изумляюсь тому, что делает Бог. Но не удивляюсь, что Он это сделал. Ваше доверие Богу укрепляется, и вы начинаете развивать отношения с Ним. Давайте я скажу вам кое-что о грехе. Вы говорите, «У меня есть благодать Божья, тем не менее, я все еще грешу». Давайте я вам объясню, чтобы вы не жили в обмане. Даже когда вы принимаете решение согрешить, я говорю о рожденном свыше христианине, живущем под благодатью Божьей. Даже если вы приняли решение согрешить, люди, живущие под благодатью, согрешив, не имеют мира. Поэтому у вас не будет мира. Имея благодать, у вас не может быть мира по поводу греха. Вы выбрали грех и потеряли мир. Мира нет. Каждый раз, когда вы грешите, мира нет. До такой степени, что вы знаете, если вы решите согрешить, мира не будет. Мира не будет. Будет смятение. Будет депрессия. Почему? Потому что решение согрешить от плотского ума. Такой настрой ума ведет к греху. Что же происходит? Если человек говорит, «Я под благодатью, я спасен», принимает решение согрешить, и после греха испытывает мир. Такой человек обманывает себя. Я вам говорю, невозможно быть спасенным, жить под благодатью, и при этом согрешив, испытывать мир. Возможно, вы примете решение согрешить, но мира у вас не будет. С одной стороны, вы радуетесь. У меня нет мира по этому поводу. С другой стороны, не следует заниматься самобичеванием, так как ваше решение согрешить не отправит вас в ад, однако же будет мешать вам. Дух Божий говорит, что грех чувств вам. Вы пытаетесь произвести плод, который вы более не способны и не оснащены произвести. Греховной природы вас больше нет. В вас праведность Божья. Благодаря праведности Божьей вас вы теперь можете приносить плоды праведности. Не может корень праведности произвести плод греха. Грех в конфликте с Христом в вас. Христос в вас говорит, этого не должно быть. Кошка не может родить щенка, корова не может родить цыпленка. Спасенный христианин не дает рождения греху. Поэтому на вопрос 6 главе послания к римлянам, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Следует ответ. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? У нас нет оснащения для того, чтобы это делать. Поэтому мне совершенно непонятно, для чего некоторые христиане ищут лазейки в учении о благодати, чтобы грешить. никогда благодать и грех не будут совместимы. Никогда они не будут совместимы. Бог настолько любит вас, что никогда вас не оставит. Если вы спасены и примете решение согрешить, у вас каждый раз будет отсутствие мира. У совершенного греха всегда будут плотские смертоносные последствия. Эти смертоносные последствия включают в себя не только то, что я прочел вам из списка, но также могут привести к тому, что вы уйдете с земли раньше времени. Поэтому Бог не хочет, чтобы вы грешили. И Дух Божий хочет помогать вам не грешить. Вы должны помнить, что ваша плоть была испорчена греховной природой. Она испорчена. Но Христос говорит, во мне столько жизни, что я могу не позволить испорченной плоти мешать жизни, которую я хочу дать тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы слышите, что я говорю? И я знал, что это произойдет. Я знал, что найдутся люди, которые будут говорить, «О, слава Богу за благодать!» Благодаря ей я могу грешить и не беспокоиться о том, что пойду в ад. Но вопрос-то намного шире. Вам не надо беспокоиться о том, что вы пойдете в ад, если вы рождены свыше, если вы приняли жертву Христа и благодать Божью. Но раз вы приняли благодать Божью, она поможет вам не грешить. Кому из вас понятно? Я буду говорить об этом до тех пор, пока вы не поймете. И это не какая-то групповая психотерапия. Другой аспект. Я христианин, но при этом верю в Святой Пятикнижие. Первые пять книг Библии, при этом я верю в Закон Моисеев. Тогда возникает проблема. Вы говорите, что верите в Закон и одновременно верите в Иисуса. Но вам надо выбрать, кого и что вы выберете. Вы верите в то, что сделал Иисус, пролив свою кровь? Да, верю. Кровь Иисуса избавила вас от Закона Моисеева. Но я верю и в Закон. Раз верите в Закон, значит, не верите в кровь Иисуса. Верю в Закон. Верите в Закон, не верите в кровь. Но я верю в кровь Иисуса. Но вы не верите в то, что кровь Христа освободила вас от Закона Моисеева, поскольку по-прежнему верите в Закон. Но я верю и в кровь тоже. Не можете вы верить и в кровь Христа, и в Закон. Если вы верите в действие крови Христа, то вы верите в то, что свободны от Закона. Но если верите в Закон, то вы верите в то, что кровь Христа не сработала. Разве не так? Вы услышите множество подобных отговорок от христиан. Вам надо быть достаточно оснащенными, чтобы сказать, «Нет, это работает не так». Не так. Кто-то приходит после ночи, проведенной в чужой кровати, и говорит, «Слава Богу, я под благодатью». Вовсе нет. Благодать поможет вам быть в своей кровати. Христианство, дамы и господа, работает только в случае, если Дух Божий пребывает в человеке и контролирует его. Он пребывает в вас с момента вашего спасения, но христианство работает лишь тогда, когда Он и пребывает в вас, и контролирует вас. Вам надо передать контроль над своей жизнью Ему. И что произойдет? Когда вы передадите контроль Ему, вы начнете испытывать сверхъестественную способность. Хорошо. Девятый стих. Послание к римлянам, восьмая голова, девятый стих. Сейчас открою это послание. Я хочу обратить внимание. Читая послания, вы видите, что в них все время говорится о благодати. Как мы этого не замечали? Апостольские послания — это послание о благодати Божьей. Говоря об этом сегодня, я удивляюсь. Как мы этого не замечали? Как мы это упустили? В каждом из посланий говорится о благодати. Однако, если вы начнете читать места послания вне контекста, то постоянно будете находиться в обмане и в заблуждении. Читайте послания в контексте, и тогда все будет становиться на свои места. Девятый стих. Но вы не по плоти живете. Вы не в плоти. Скажите, я не в плоти, а по духу, в духе. Если только дух Божий, обратите внимание, живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Интересно. Вы не по плоти живете. Вы не в плоти. А по духу, а в духе. Люди, не рожденные свыше, не живут в духе. Писание говорит, вы не по плоти живете. Вы не в плоти, а по духу, в духе. Если только дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Давайте сравним. Быть в плоти и следовать плоти. Какая разница между быть в плоти и следовать плоти? Быть в духе и стремиться быть в духе? Здесь есть разница. Рожденный свыше человек не может быть в плоти, но может жить по плоти. Если вы рождены свыше, вы не можете быть в плоти. Почему? Потому что вы в духе. Рожденные свыше люди в духе. Если вы рождены свыше, вы не можете быть в плоти. Вы слышали, как христиане говорят «Я в плоти», но вы не можете быть в плоти, если вы рождены свыше Единственное, кто может быть в плоти, это нерожденные свыше люди Они буквально в плоти Но вы, будучи в духе, можете следовать плоти Иначе говоря, вы можете быть в духе и при этом следовать плоти Вам понятно? Погибающий человек не может быть в духе, хотя и стремится ходить путями Духа Погибающий человек не может быть в духе, хотя и стремится ходить путями Духа Он не может В плоти или в духе относиться к фиксированной позиции Когда я говорю «Я в духе», «Я в плоти» Погибающий человек здесь имеет в виду фиксированную позицию Речь идет о вашей позиции во Христе Я в духе, значит «Я во Христе» Я в плоти, значит «Я не во Христе» Быть в плоти или в духе относятся к вашей зафиксированной позиции во Христе Иисусе Вы христианин или не христианин? Всем это понятно? Следовать плоти или стремиться к духу К примеру, я в духе, но следую плоти Следовать плоти или стремиться к духу относится к тому Что мы используем в качестве стандарта поведения На что мы соглашаемся в конкретный момент К примеру, я в духе, но веду себя следуя плоти Вы христианин, но подчинившись плоскому уму, следуете плоти Я это говорю вот для чего То, что вы следуете плоти в своей жизни Не значит, что вы вышли из духа И теперь вы в плоти Даже следуя плоти, вы остаетесь христианином Вы по-прежнему в духе Но если вы утверждаете свой ум в противопоставлении слову Если ваш ум не наполнен словом То вы можете делать плотские дела Вы по-прежнему в духе, но следуете плоти Вы в духе, но ходите путями плоти Вы в духе, но можете ходить путями плоти Ваше бытие в духе не делает невозможным ваше следование плоти Чтобы делать плотские дела Надо утвердить свой ум в плотском Однако же, это не разрушает то, кто вы есть во Христе Вы в духе Ваше спасение в безопасности Вы запечатлены духом святым Понимаете, что я говорю? Я не хочу, чтобы вы думали Поскольку я следую плоти, это значит, что я больше не в духе Ваша позиция в духе Это то, где вы находитесь Вы в духе Слава Богу Вы рождены свыше Вы христиане Вы в духе Но люди, пребывающие в духе, иногда обнаруживают, что следует плоти Поняв, что вы следуете плоти, помните о том Что вы по-прежнему во Христе Чтобы Христос помогал вам принимать лучшие решения Многие люди запутались Они принимают плохое решение Следуют плоти Но потом приходят в себя Раскаиваются А сатана вкладывает им мысли Ты больше уже не во Христе Потому что вчера обругал эту женщину Как ты можешь быть во Христе и делать такое? Сатана действует так Поэтому важно знать, что говорит Писание Чтобы вам оставить эти плохие решения позади Пойти дальше и не заниматься самоистязанием Дьявол осуждает вас и говорит Что раз вы последовали плоти, то вы бесполезны Вас надо убрать Вы больше не в духе Всем понятно? Значит ли это, что можно говорить так Хорошо, но раз так Значит я могу следовать плоти Вы пока еще не поняли Ни в коем случае не надо вам следовать плоти Потому что будут плохие последствия Вы во Христе Однако приняв решение последовать плоти Вы не избежите последствий И у вас будут проблемы Последовав плоти, вы получите проявление смерти Вы сами создали проблему в своей жизни Кто-то называет это драмой Вы сами создаете себе драму Не дьявол создает ее Он просто предлагает пойти вам определенным путем Он предлагает вам что-то сделать Чтобы вы создали себе драму Чтобы вы создали себе депрессию Создали себе проблемы О, не знаю, почему у меня все идет так плохо Я знаю У всего случающегося Всегда есть причина Ничто не происходит просто так Ничто Послушайте, я люблю вас Но если вы в депрессии Тому есть причина И причина не всегда дьявол О, дьявол делает дела Но и вы тоже Конечно, моя цель не в том, чтобы осуждать вас Но я не хочу Чтобы вы попали в эту религиозную ловушку Которая говорит Чем больше я узнаю о благодати Тем свободнее я чувствую себя Чтобы идти и грешить Это фальшивая свобода Истинная свобода Чем больше я узнаю о благодати Тем больше у меня свободы Держаться от греха подальше Аллилуйя! Аминь! Хорошо, прочтем 10-й Послание к римлянам 8 глава, 10 стих А если Христос вас, то тело Что? Для чего? Но дух что? Для чего? Итак, тело мертво по причине Дух жив по причине Что здесь можно сказать? Люди, переболевшие полиомиелитом Страдают из-за инвалидности Заразившись вирусом полиомиелита Можно выздороветь Но в результате человек Остается инвалидом Подобным образом Нам приходится иметь дело с испорченностью Которой ветхий человек Заразил наше тело и ум Когда ветхий человек был жив в нас Наше тело использовалось Как инструмент исполнения желания Ветхой греховной природы Когда наше тело делало дела Ветхой греховной природы То есть той, которая была у нас до рождения свыше Она портила наше тело и наш ум Греховная природа после того Как вы родились свыше Оставила осадок в вашем теле Поскольку ваше тело служило греховной природе Оно испорчено Оно мертво по причине греха Этому телу ни в чем нельзя довериться в том Что касается святой жизни Живя святой жизнью Вы не можете полагаться на тело На плоть Поскольку тело испорчено Продолжение следует...